Добрый вечер, приветствую вас, Юрий. Надеюсь, есть звук. Вы меня слышите и видите? Видимо, да. Слава Украины тогда. Героям слава. И слава производителям техники, с помощью которой мы с вами можем общаться. И в том числе звукорежиссеров, потому что у нас замечательный звук. Спасибо огромное, что нашли нас время, Юрий. Слушайте, я хочу сейчас начать этот эфир с цитаты. И хочу попросить вас угадать, кому она принадлежит, после чего мы обсудим. Мне крайне не понравилась вся та часть разговора с Путиным, в которой он просто пытался очернить Украину. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что значит деноцификация. Не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть украинцев нацистами это как-то очень по-детски. Конец цитаты. Ну, это могло бы сделать ряд политиков. Знаете, пока что еще здравомыслящих больше не один человек. Кем же это является? Кто же у нас тут победитель этого? Юрий, это Такер Карлсон. Ну, вот видите, значит, он сказал правильные вещи. Это проблема Майка Джонсона. Такер Карлсон, кажется, он был возмущен после убийства Навального. Когда он сказал, что что же, значит, такое никто не может защитить. И это неприлично. Но при этом Такер сказал, что ему нужно было задавать определенные вопросы, чтобы для Путина, иначе у него могли бы быть проблемы на Западе. Так что Такер Карлсон называется. И он и мерзавец сознательно. Он знает, что он делает. Если он, значит, не просто тупо поддерживает, а он выбирает слова. А на что здесь расчет? Ну, вот мы же помним, например, какой у него была риторика после этого интервью. Он там был на различных конференциях в Эмиратах и говорил о том, что, ну, слушайте, значит, да, я взял интервью Путина, я там что-то увидел в его глазах. После этого он говорит о том, что, ну, я не исключаю, что и украинцы могли убить Навального. Но сейчас он выходит к прессе и говорит о том, что это самое тупое, что я слышал, когда Путин в этой части интервью, когда Путин говорит про неонацизм в Украине. Что произошло? Я могу только себе представить, что могло произойти, и что он пытается каким-то образом восстановить свою репутацию, потому что одно дело это говорить с Гитлером, а другое дело быть приверженцем и сторонником Гитлера. Он хочет тут проскочить между струйками, с одной стороны, быть человеком, которого допускают к телу, потому что CNN, другие каналы, которые очень хотели бы этого интервью, их не допустили. Задать какие-то определенные вопросы, которые все аккуратно рассчитаны. При этом сидеть и хихикать там, как маленькая, кто же это сказал? Премьер-министр Австралии сказал, он видел Трампа с Путиным. И говорит, когда в комнату вошел Путин, то Трамп вел себя как 12-летний мальчик, который только что встретился с капитаном футбольной команды школы. Просто абсолютно потерял... Такер Карлсон тоже вел себя по отношению к Путину. Так что это мы видим на пленке, и это и есть. А то, что после этого он пытается сказать каким-то образом, признать очевидное, значит он продажный негодяй. Вы знаете, наша коллега Катя Лисунова из «Голоса Америки», ей удалось в рамках экспресс-интервью поговорить со спикером Палаты представителей Майка Джонсона. И она спросила у него о том, когда Украина может получить помощь от Соединенных Штатов Америки. Давайте я попробую угадать. А он сказал, после того, как мы спасем нашу границу? Почти. Он говорит, как только правительство получит финансирование, мы тут же перейдем к вопросам относительно... 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 В общем, относительно помощи для нашей страны, для Украины. Он всегда откладывает. Он откладывает, что бы вы ни хотели. Как только мы решим то, что мы сейчас должны решить, что важнее, чем то, чем вы хотите, то тогда он подумает о том, чтобы посмотреть каким-то образом на вашу проблему. Потому что, когда мы знаем дело, доходит до Украины, он его интересует только защита, закрытие нашей границы, хотя он отверг сделку, которую ему предложили демократы. Печаль в том, что демократов продолжают винить часть насилия. Потому что нет как бы однозначной реакции, чтобы люди поняли, что это была такая специальная от Трампа. И все равно тут интересно наблюдать, что демократы, оказываясь, виновны в том, что не решили проблему границы. Интересно, как политика может здесь работать. Но то, что спикер Джонсон хочет сейчас... Ему нужно разбираться с финансированием государства. Да, потому что они все откладывают на неделю, на две, на месяц, на несколько недель. Сейчас опять хотят сделать то же самое. Но они хотят жить в таком постоянной ситуации кризиса. Это нехорошо, потому что государство не должно так функционировать. Это и плохо для бизнеса, это очень плохо для государства. Но спикер Джонсон — это уникальный пример человека, который, видимо, очень плохо выполняет свою работу. И проваливает какие-то процессуальные голосования, которые говорят о его непрофессионализме. И о том, что вот такие ошибки, проколы не должен человек делать. А он новенький, он неопытный. Но его позиция в полной безопасности, потому что он устраивает Дональда Фредовича. Я так понимаю, что последняя встреча с представителями Конгресса, она не увенчалась успехом. Она не могла. Она не могла увенчаться успехом. Подождите. Не обязательно. Она не могла увенчаться успехом по поводу Украины. Она не увенчалась успехом по поводу Украины. Но мы видим продвижение по поводу соглашения о том, что нужно финансировать государство. Здесь мы видим, что вот спикер Джонсон согласен еще на неделю-другую как-то продлить. Потому что сейчас они возвращаются, вернулись. И в Конгрессе у них мало времени на то, чтобы все это обсудить. Потому что, естественно, у них какие-то желания, но при этом они не дают себе никакого времени. И создается вот такой локджем, когда все время непонятно уже над чем работать. Потому что столько кризисов, все шары подбросили наверх. Но когда дело доходит до Украины, и в принципе мы видим, что спикер Джонсон является одним, единственным лидером, который сейчас может контролировать всю систему. Потому что, значит, демократический Хаким Джеффрис в Конгрессе, лидер демократов, это меньшинство. Он не может поставить законопроект на голосование. Он может призвать их голосовать за, скажем, уже сказали, что если Джонсон поставит законопроект об Украине на голосование, то Хаким Джеффрис уже дал сигналы, что он разрешит демократам прийти на его помощь. И потому что сказали, что после этого Марджори Тейлор Грин тут же его снимет. Хаким Джеффрис теперь посылает сигналы, что мы разрешаем поддержать Джонсона, если он поставит на голосование. То есть они ему предлагают что-то, даже смотря на то, что Джонсон ничего не предлагает, но демократы уже предлагают. Чак Шумер рассказывает ему о том, значит, как он съездил в Украину, пытается разжалобить этого Джонсона. Это ошибка. Джонсон, это место, его там нет, у него это все в другом месте, в волевые точки. А Митч МакКоннелл сегодня объявил, что он, или вчера-вчера объявил, что он уходит в отставку как лидер республиканского меньшинства в Сенате. Это означает, что теперь будет борьба, и на его место, скорее всего, придет такой же Майк Джонсон, только в Сенате. Скорее всего, наверное, я думаю, может быть даже Рон Джонсон из нашего Висконсина. Тогда будет Джонсон и Джонсон в Сенате, полная путаница, но один безумнее другого. Что можно сказать? Такая республиканская партия. Юрий, скажите, пожалуйста, а что известно о новости, которые, я так понимаю, первыми сообщили журналисты СНН в отношении того, что есть еще 4 миллиарда, которые может использовать Пентагон для помощи Украине? Это, мне кажется, сейчас самая важная новость на сегодняшний момент, потому что очень долго, ну как, по закону мы не можем передавать оружие, если у нас нет денег на то, чтобы восполнить то, что мы передали. И вот, потому что это влияет на нашу боевую готовность, на нашу боеспособность и планы наших планировщиков. Но, с другой стороны, есть понимание, что когда дело доходит до реальности, то, что Украина не может проиграть, потому что Соединенные Штаты при Байдене не могут позволить себе, чтобы Украина проиграла, то мы видим, мы начинаем искать по всем сусекам, смотреть, и сейчас мы уже готовы поставить под угрозу боеспособность, боеготовность американской армии для того, чтобы поддержать Украину в этот невероятно тяжелый момент, когда нужно срочно передавать ПВО, артиллерию и другое оружие, которое требуется сейчас, прямо сейчас. И все планировщики готовы. Параллельно в этой же статье говорится о том, как они готовы быстро передать оружие, если только будет на это, как говорится, зеленый свет. Им дадут разрешение, тогда все это уже говорится о том, как быстро это может быть переброшено. Ну, хорошо, значит, 4 миллиарда боевой готовности, но надо понимать, что это пластырь. Это вот опять дает, это задержка, которая это еще покупка времени. Я помню, когда генерал Ходжин сказал, что Путин меняет тела на время. Но вот мы сейчас пытаемся это время купить деньгами и спасти жизни, и договориться в это время, надавиться, собрать, возможно, подписи для Discharge Petition, 218 подписей в Конгрессе. Этот процесс продолжается, и есть давление на демократов, чтобы они не задавали слишком много вопросов по поводу Израиля на сегодняшний день, а просто поддержали законопроект, потому что я чувствую, что будут нужны все подписи, которые они... что у них не будет, так сказать, лишних. Я думаю, что если не найдут 280... Не знаю, я пытаюсь себе представить мир, в котором там нашли бы 300 подписей, и, возможно, если найдутся 218, то и найдется 300. Когда почувствуют, что есть победитель, что вот эта петиция набирает поддержку, то там может быть определенный снежный ком. Но пока что мы не видим, чтобы этого еще произошло, а когда эти 218 подписи, если они будут собраны, то после этого еще должно пройти какое-то время. То есть часы тикают, и поэтому приятно видеть, что администрация, с одной стороны, озабочена нашей боеготовностью, а с другой стороны, понимает, что Украине нужно помогать. Вы знаете, о чем я подумал? Когда возникает политический ступор, источники финансирования находятся с особой изобретательностью. Вот, например, мы вспомнили об этих 4 миллиардах долларов, да? Байден в эти минуты заявляет, что хочет, чтобы к июньской встрече лидеров Большой Семерки был достигнут прогресс в реализации планов по использованию замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Чиновники G7 уже обсуждают эту тему. Речь идет об использовании вот этих 280 миллиардов долларов, обездвиженных активов российского центрального банка. Об этом Макрон заявляет. Я удивлен в последнее время риторикой Макрона. Об этом Риши Сунок заявляет. Очень решительно Сунок решительно заявляет. И вот Байден тоже об этом говорит. То есть ввиду наличия конфликта находятся какие-то возможности и источники финансирования, вернее, возможности для финансирования с других источников. Это еще связано с тем, что растут издержки, потому что кто-то, кто будет платить за все то, что здесь происходит. А смотрите, у нас здесь российские деньги лежат, и они как бы, мы их охраняем, потому что, не дай бог, что-то произойдет, тогда люди потеряют веру в западной экономической и легальной системе и не будут доверять Западу. Интересно, а если Запад будет разрушен Россией, тогда как будут относиться к Западу лучше, хуже, если они возьмут эти 300 миллиардов долларов, чтобы обеспечить то, что Запад может гарантировать вложения и то, что делают другие страны, и потому что будет какое-то следование законам. Поэтому тут, как обычно получается с Россией, извращенная логика, когда они пытаются использовать логику Запада против Запада. Но это слишком дорогое удовольствие давать России вот эти 300 миллиардов долларов. Мне было сейчас интересно, потому что я буквально пару часов назад принял участие в дискуссии на азербайджанском телевидении, который против, с другой стороны, был человек из России, который является там каким-то экономистом, преподавателем какой-то высокой государственной школы, которую, ну, я представляю, да, вот то, что он говорил, я понимаю, почему их еще не закрыли. Потому что они говорят, знаете, про конец доллара и крак всего на свете. Я сказал, извините, говорю, это, конечно, все очень весело, потому что я хохотал, когда я смотрю Скобеева, я был у Скобеева, я хохочу, потому что пока они говорят, потому что это смехотворно. Я говорю, а как насчет российских 300 миллиардов, вот что вы по этому поводу думаете, когда их заберут у вас? Он говорит, вы только попробуйте, только посмейте. Это, в общем, плохо, да, вот я говорю, значит, как помидорками не отделайтесь, да, то есть пустые угрозы опять. Нет, это будет, это плохо скажется на экономике, что кто вас верит будет тогда, кто будет в вас вкладывать деньги? Я говорю, знаете, у Трампа сейчас похожая ситуация. У него сейчас штраф на 350 миллионов долларов, а в результате полмиллиарда долларов. А что говорят те, кто за Трампа? Они говорят, все, в Нью-Йорк больше никто не будет вкладывать деньги. Все, конец в Нью-Йорку. Это же смехотворно. Это потому что все продолжают вкладывать в Нью-Йорк. Вот так. Шеф Пентагона считает, что НАТО в случае поражения Украины придется воевать с Россией. В последнее время вы знаете, что многие пишут о том, что столкновение НАТО и России неизбежно, но здесь допускается мысль о том, что Украина может проиграть, и вот после этого столкновение неизбежно. У меня вопрос, а зачем ждать поражения Украины или, по крайней мере, выстраивать подобные мысли, чтобы самостоятельно воевать с Россией, если можно уже сейчас применить несколько больше усилий для того, чтобы этого избежать? Потому что пытаются сейчас такой, мне кажется, риторикой разбудить весь мир. Мы видим, что растет понимание того, что угроза России – это не просто угроза для Украины. Мы уже видим, что сделаны опять угрозы из Транснестрии, правильно? И что-то оттуда идут уже призывы к России прийти и их забрать, то есть присоединить. Поэтому Россия не успокаивается и не дает никаких признаков дать кому-то подумать, что они успокоятся и затихнут, и начнут, по крайней мере, перезаряжаться и матерей, и снаряды, и все, что делается в такой ситуации. Но они продолжают, продолжают. И поэтому мы видим ту реакцию и от Макрона, который уже говорит о том, что, возможно, примут участие войска и в какой-то момент немецкий министр странных дел говорит, что это в течение нескольких лет надо готовиться к войне с Россией. Поэтому и Юрий Фиштинский, который говорит о том, что уже год или больше, что Европа просто готовится к большой войне с Россией. Поэтому, да, мы видим все это, эта подготовка, и вот так это происходит, и поэтому так важно поддерживать Украину, потому что Украина на передовой линии, и об этом говорят вот часть здравомыслящих, республиканских политиков. Никогда так, как Карлсон пытается там что-то, я не знаю, придумать. А Мит Ромни, который говорит, что это наш авторитет, что даже не важно, есть ли деньги, которые мы передадим Украине, если она за эти деньги вернет себе территорию, не вернет себе территории. Мы сказали людям, что мы будем им помогать, как Соединенные Штаты, мы должны это делать, это наш авторитет, говорит Мит Ромни, республиканец, который уходит на пенсию. Поэтому, опять же, у нас такая ситуация. Поэтому Россия готовится к войне, и это всем видно, и насколько, и когда люди решат то, что это уже игра стала настолько серьезной, что нам нужно включаться больше и больше, говорит только о серьезности той ситуации. И как бы пока Запад, пока нет американских войск в Украине, то, видимо, мы не настолько близки к Третьей мировой войне с точки зрения военных США. То есть это идет как бы игра сравнения рисков, и сказать, в какой момент они решат, что уже пора быть. Это, наверное, означает война с НАТО. Тут просто вопрос в том, если война с НАТО действительно означает ядерную войну, или если это означает вот такую войну, первой-второй мировой войны, которую мы сейчас с ужасом наблюдаем в Украине. А в это время Путин заявляет, что что же, они там не боятся ядерной угрозы, и высливается какая-то информация о том, что Россия готова использовать ядерное оружие даже при меньших угрозах, чем до того предполагалось, говорит нам о том, что, ну как, конечно, нужно говорить о войсках, конечно, нужно понимать, что военный союз. И опять же, если Путин решится на это до, или, по крайней мере, в любом случае до января следующего года, пока в любом случае в Белом доме будет президентом демократ, то реакция «надо» будет, ну, очень отличаться, чем если к власти придет президент Трамп. Поэтому, видимо, возможно, Запад считает, что есть, по крайней мере, до января, пока еще Соединенные Штаты присутствуют. И Путин об этом думает, и, возможно, ему было бы очень глупо начать войну до того момента. Значит, есть время для подготовки. Вот что мы наблюдаем. Да, безусловно. Мы, кстати, еще вернемся, ну, вернее, обсудим, я думаю, у нас хватит времени, то, что сегодня там наговорил Путин в рамках своего обращения к федеральным собраниям. Но первая ласточка вот уже есть. Не знаю, может, я преувеличиваю, но издание Associated Press пишет о том, что армия Соединенных Штатов готовится к возможной большой войне. И там, кстати, от журналиста, он описывает, как происходит реорганизация. Но вот заголовок вот конкретно такой. То есть я так понимаю, что понимание пришло, что нам не следует ждать Pearl Harbor, а лучше быть готовыми изначально. Это очень интересный вопрос, потому что я всегда надеюсь, что нам не понадобится Pearl Harbor, что мы уже проснулись, что мы уже просыпаемся, что, как вы говорите, вот эта статья, другие статьи, это говорит о том, что есть понимание и признание российской угрозы тому, что это ведет к большой войне и то, что нам не нужно ждать большого кризиса. Но с другой стороны, когда мы смотрим на власть, которую имеет спикер Джонсон, который, конечно, один человек, человек маленький, которого контролирует Трамп, но там же столько еще республиканских законодателей, которые непонятно, что должно произойти. Потому что 6 января, после того, как была атака Капитолия, было еще достаточно много республиканцев, которые после этого продолжали поддерживать как бы мятежников, несмотря на то, что только что они пережили вот атаку и чудом избежали худшей участи. Так что надеяться, опять же, на то, что там будет какой-то хребет, который восстанет и скажет, вот теперь мы не будем не только передавать деньги, но и войска, понимаете, тут, наверное, если уж действительно об этом подумать на секундочку, ведь это на самом деле не решение Конгресса, это решение президента, потому что кошелек — это Конгресс. А послать войска, объявить войну — да, нужно согласие Конгресса, там, я не знаю, какой Палады обеих, но обычно мы видим, что политики боятся на себя брать ответственность, и они надеются, что президент это сделает, а потом они разберутся, как политически безопаснее, что по этому поводу делать. Поэтому если будут вмешиваться войска НАТО, то это произойдет на уровне президента. И я подозреваю, что Байден не хочет, чтобы люди голосовали за него, потому что он использовал наши войска. Он не хочет на такой... Мне кажется, с его точки зрения, это было бы слегка дешевым использовать патриотизм на таком... Потому что есть определенная предсказуемая реакция после включения войск, использования войск. И мне кажется, что он не захочет из таких высоких политических принципов задействовать войска, если это можно избежать. Но многое зависит от идиотизма и безумия Владимира Путина. Я процитировал шефа Пентагона, который сказал о том, что если Украина поиграет, нам нужно будет воевать с Россией. И вот уже мы в эти минуты получаем реакцию от Российской Федерации в лице алкоголички Марии Захаровой. Она говорит следующее. Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для президента Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь, Юрий, все видят, кто агрессор. Это Вашингтон, сказала Мария Захарова. Давайте не будем тратить время даже на реакцию на самом деле и комментировать то, что она сказала. Лучше переключиться все же на другое безумие. И оно касается уже Владимира Путина, который сегодня в рамках своего эфирного времени, часа, как утверждают федеральные телеканалы, выступал перед федеральными собраниями, патриархами Кириллами и прочими другими Нарышкиными. И вот из того, что он сказал, вы для себя какой вывод сделали главный. Я смотрел то, что написал по этому New York Times, потому что смотреть час Путина я не так, как Карлсон, чтобы как бы сидеть. Мне за это такие большие деньги не платят. Зачем мне это нужно? И напомню для всех тех, кто считает, что Путин лежит в холодильнике. Я думаю, что это демонстрация определенных физических возможностей проговорить в течение часа, чтобы он там смешно. Потому что Путин, видимо, не использует телепромптер, который использует все нормальные политики. Он как бы читает с экрана, а он как из папочки читает. Поэтому он всегда выглядит очень странно. А все остальные политики на его фоне всегда выглядят очень уверенно, как будто они просто... Им мысли приходят великолепные в голову, просто потому, что они используют технологии 20 века. А он еще живет, я не знаю, у него только, наверное, рулоны. Этого нету развертывать, такой сверток его послания. Я привез вам... Пергамент, да. Ну вот он грозится Соединенным Штатам, он повышает риторику, это эскалация. Мы, так сказать, понимаем, что для него это не ново, но ему все уже не раз говорили, что это не та площадка, на которую нужно заходить. Ядерные угрозы – это слишком. Посмотрим, как сейчас отреагирует, потому что мы знаем, в такие ситуации всегда посылаются сигналы из Белого дома и ЦРУ через какой-нибудь Китай, чтобы попытайтесь достучаться до Вовы Путина, чтобы он там утихомирился. И часто это работает. Насколько я знаю, по Китаю нам все еще собираются послать летом двух панд в Сан-Диего, так что жизнь продолжается, и отношения с Китаем еще не полностью распались, так что, может быть, они донесут Путина идею о том, что ядерное оружие – это очень плохо. Но, с другой стороны, чем он еще может угрожать миру? Потому что, когда мы видим на его войска, что уходят слухи о том, что они ищут рекрутов в Индии, как будто индусам это нужно, то понимаешь, что ядерная дубинка – это их главная угроза, и они работают на Запад, они пытаются Западу напомнить. Но ситуация развивается не в том русле, когда люди больше боятся. Как бы даже Путин говорит, что же они не понимают, какие мы дикие, безумные, что же они не ценят. Да, они ужаснулись, и они этому противостоят. Мы делаем все, чтобы этому противостоять. Хотя, конечно, у Путина был хороший такой стратегический прорыв с республиканской партией. Это ему очень повезло. Но посмотрим. Я думаю, что на выборах это не поможет. А если мы согласны, если президент сейчас передаст помощи на 4 миллиарда, а там посмотрим, может быть, еще 5 миллиардов, а там еще и 295 миллиардов, потепенно собираются деньги. Никто не хочет платить за эту войну. Это должна быть война России, и это должна быть цена для России. Это звучит абсолютно резонно. И чем дороже эта война, тем проще будет принять это решение, в конце концов. А еще, знаете, вот в заключение буквально, что любопытно. По сути, там у России единственный, если не крупный союзник, то партнер это Китай. И вот мы знаем позицию Китая по поводу ядерного оружия в целом, использования, распространения и так далее. И вот стало известно, по крайней мере, из того, что мы читаем на сайте Reuters, что Китай предлагает крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение. Пекин призывает государство с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга. Ну, вот с таким предложением вышли китайцы. Окей, отлично. И мы знаем, как Путин себя ведет по отношению к Китаю. Но сегодня же он говорит про ядерку. И будем использовать сарматы. Нам есть чем ответить. У нас самый большой арсенал ядерный и так далее. Слушайте, а это не злит? Не раздражает китайцев? Ведь однажды они уже обожглись, когда Си выехал, не успел вылететь из Москвы, как Путин тут же звонит Лукашенко и говорит, слушайте, ядерка нужна, давай мы сейчас ее перекинем. И они таки сделали. Если там действительно находится ядерное оружие на территории Беларуси. Но, по крайней мере, вот в СМИ то, что мы читали, так и было. Знаете, с одной стороны, я думаю о том, как Китаю нужно быстро мыть руки после общения с Россией. Потому что в то время, как их клиент делает такие безумные вещи, им нужно делать такие важные дипломатические прокламации, чтобы как бы вымыть руки и показать, что они здесь на самом деле ни при чем, и к ним это не относится. Но когда дело доходит до ценных документов, я могу только напомнить о Будапештском меморандуме. Насколько такие могут являться, знаете, гарантии безопасности. Вам огромное спасибо за то, что вы нашли время и вышли сегодня к нам на связь. Всегда интересно, всегда приятно, всегда очень профессионально. Берегите себя, Юрий. Взаимно.